Петаль едет и в красной воде! Ох, как выносит его болид, вы смотрите! Удар задним мостом очень опасный! Всем привет, это Айс, он же Василий Хрусталев, и сегодня мы продолжаем играть в Формулу-1-16, режим карьера за Рено, сезон номер 2! Сегодня у нас по франкошам, Гран-при Бельгии! И как всегда, перед тем, как мы отправимся туда, давайте посмотрим турнирную таблицу личного зачета! Вот она на ваших экранах! Как всегда, кому интересно стопорить, а первая тройка! Джолиан Палмер на Рено, 164 очка! Василий Хрусталев, также на Рено, 156 очков! И Льюис Хэмилтон на Мерседесе, 143 очка! Что там у нас в Кубке Конструкторов? Кубок Конструкторов, первые три позиции! Рено Спорт, 320 очков! Мерседес, 267 очков! И Скудри Феррари, 238 очков! Самое время отправиться на квалификацию Гран-при Бельгии, но перед этим хочу вас всех поблагодарить! Потому что в прошлом видео я просил вас оставлять комментарии касательно улучшения контента, и я получил огромное количество комментариев! По-моему, это рекордное на моем небольшом канале! Я там задавал три вопроса, и по итогу, что мы имеем? Квалификацию вы просите оставить, хотя я на самом деле не очень понимаю, на что там смотреть! Я все равно практически всегда вырезаю! В последнем видео в Германии, по-моему, вообще был вход в первый поворот и выход из последнего! Но окей, раз просите оставить, то оставим! Планету мы оставим, большинству она очень нравится, в принципе и мне она тоже очень нравится! Интересно посмотреть на трассу со спутника, только я прислушаюсь к одному из комментариев и обрежу планету где-то пополам! Поэтому она будет не 40 с лишним секунд, а, ну, наверное, секунд 20-25! На вопрос, нужна ли нарезка гран-при прошлого сезона, ну, то есть прошлогоднего по меркам игры, начался настоящий резонанс, потому что очень многие просили оставить и также многие просили удалить ее! Я склоняюсь в сторону вторых и, скорее всего, именно в Бельгии мы последний раз увидим эту нарезку! Я, конечно, еще подумаю на этот счет, но, скорее всего, мы больше не увидим нарезку прошлогоднего сезона! А вот теперь уж давайте смотреть планету! Сразу же включаем обогащенку, благо у нас много топлива я залил, и мы сможем сразу же уезжать от двух пилотов Мерседеса! Так, ребята, все-таки к шестому кругу меня догнали и обогнали, как вы видите! Все-таки продолжаю надеяться, что мой выбор был... будет оправдан! Вот уже и потненькие нас обходят, и Эриксон! Да, ребята, это уже попахивает провалом, конечно! Ох ты, сейфти-кар на трассе! Ох, как это было легко, а! Ребят, ну вы хотя бы сделали вид, что вы сопротивляетесь! Ну, давай, шевелись! Что такое? Опа-на, перец загорелся! Вы смотрите, перец загорелся! Я ничего не вижу! Квят? Нет? Мне некогда ждать квят, извини! И перед нашим выездом на трассу конфигурация болида! Мы находимся в третьем сегменте квалификации Гран-при Бельгии! У меня очень хорошие шансы, очень хорошие показатели! К слову скажу, что... Мы вот-вот, кстати, начнем быстрый наш круг! К слову скажу, что я впервые на сложности испытаний во время практики смог выполнить квест на три быстрых круга! Первый же мой круг был промежуточным первым результатом! Что значит, что во время гонки у нас очень хорошие шансы вообще на все! Очень приятно управлять болидом на трассе, на которой ехал буквально вчера! И первый и второй сегмент показывали замечательное время! Оно, кстати, практически не разнилось! Но во втором сегменте произошел небольшой инцидент с Гутьеросом! Сейчас я вам его покажу! Вот кто так, блядь, делает, а? Вот что это он за пидор такой, а? Ну, несмотря на это, одна 46-600! Гутьерос просто посчитал, видимо, что он более важная персона и не захотел почему-то... Ну, более как-то аккуратно и вежливо мне уступить трассу, несмотря на то, что я был гораздо быстрее его! И решил вот так вот меня врезаться! Я потерял, ну, где-то полсекунды точно, это как минимум! Сейчас я надеюсь на более хороший результат! Паумер уже показывает неплохое время! 1.45900! Это очень хорошее время! Иииииии! 1.46200! Вот отстой! Ну, я где-то оплашал в первых поворотах! Ну все, возвращаемся в боксы! Прогревочный круг Гран-при Бельгии начался! Тактика на ваших экранах! Супер софт, софт, софт! Топлива мы залили чуть больше положенного, но где-то на один круг точно больше, чтобы у нас был сильный старт, чтобы мы могли отрываться! И чтобы в случае чего мы могли обороняться! Так, Гран-при Бельгия! Третья позиция у нас! Старт! Срываемся с места, очень хорошо стартанули! И Палмер тоже хорошо стартанул! Сразу же прессингуем! Нико! Росберган! Держимся бокс с ним! Палмер улетает вперед! Все, Росберг тоже позади! Теперь только Палмер! Теперь только двери, но! Ох, желтые флаги! Видимо, там какая-то серьезная авария позади! Феттель выбывает из гонки! Сейчас посмотрим, что там было! Феттель едет и в красной воде! Ох, как выносит его болид! Вы смотрите! Удар задним мостом очень опасный! Будет очень удивительно! Будет очень удивительно! Если не будет никакого пейскара! А судя по всему, его не будет! Это очень странно! В красной воде такой вылет! И никакого пейскара! Что вообще там о себе думают комиссары? Палмер очень быстр! Ошибаемся! Мы ошибаемся! Пролетаем мимо поворота! Вот так очень некорректно возвращаемся на трассу! Но вы не думайте, я не хотел обходить Палмера вот так, как у меня получилось! Я его в любом случае пропустил! Просто выкручивать еще правее! Это было бы еще более опасно! И дерзко, можно так сказать! А вот сейчас мы будем Палмера обходить уже на позицию! К сожалению, также я немножко нарушаю тут, превышая пределы трассы! Или, правильнее будет сказать, срезая! Но там была большая скорость! Я боялся вылететь! Прижимная сила у Рено просто потрясающая! Не зря я апгрейдил все это! Филиппе Масса выбывает из гонки! Смотрим, что же там случилось у Филиппе Массы! И вот он вместе, по-моему, с Хюлькенбергом входит в красную воду! Иииииии! Контакт! Не показывают нам камеры! Что там на других, давайте посмотрим! Красная вода! Контакт! Задел колесом! Ну, я, кстати, думал, было что-то более серьезное! Масса сошел с дистанции! У нас сейфти-кар на трассе! Довольно странно! По-моему, Феттель вылетел более опасно, чем Масса! Иииии... Вызывать сейфти-кар! Более правильным было бы вызывать сейфти-кары в случае с Массой и в случае с Феттелем! Красная вода такой поворот, где в любой момент кто-то может вылететь! Я очень надеюсь, что нас не передержат! Но не должны, по идее, большой отрыв! Да, слава богу! Два и три! Возвращаемся на трассу... Пятыми! Когда уже кодеки дадут возможность погонять за Пейскар? Машина безопасности покидает трассу на этом круге... И все! Рестарт! Пока что у нас все отлично! Сейчас посмотрим, что боты сделают в красной воде! Может, опять кто-нибудь слетит? Плотная же группа! О, да! Походу, кто-то все-таки вылетел! Да, не квят! Да, не квят! Давайте посмотрим! Что не круг, то сход с дистанции! Смотрим! Да, не квят! Вместе с Сайнцем борются! Смотрите! Походу, так же, как и Масса! О, да! Сейчас посмотрим с бортовой камерой! И так, да! Вот они едут! И... Да, точно так же! Точно так же, как Масса! У меня один вопрос! Где логика? Где Пейскар? Он вылетел точно так же, как Масса! Причем более серьезно разбился! У него даже колеса отвалились! Игра, где логика? Вот смотрите! Сейчас седьмой круг, да? Начнется восьмой буквально через пару поворотов! А я уже сейчас уверен, что я выиграю это Гран-при! Именно выиграю! Не подиум! Не сход! Не очковая зона! А победа! Мы пересидели всех на трассе! Ближайший преследователь Хэмилтон на Мидиуме! Сейчас у нас по плану будет пить стопы! Я практически уверен, что мы останемся первыми! Но меняют резину! 1.9! Очень быстро! Хэмилтон выходит из последнего поворота! И сейчас будет начинать быстрый круг! Мы уже на трассе, а Хэмилтон еще даже первого поворота не прошел! О чем тут говорить? И вот он, начинается последний круг! Гран-при Бельгия-СПА! Вот вы можете видеть состояние нашей резины! Оно, в принципе, очень даже нормальное! Я же говорил, что я выиграю эту гонку! Говорил вам! Вот так вот! Сказал, сделал! За это время вообще ничего не произошло с последнего нашего включения! То есть вообще ничего! Даже кругового, которого я обогнал, я обогнал, когда он был в боксах! В общем, ребят, очень переживаю, что Италия будет очень похожа на СПА! Только еще скучнее! Скорее бы начались какие-нибудь такие этапы, где я себя довольно некомфортно чувствую! Как я умудрился на этой трассе Алексу проиграть? Просто не представляю! Конечно, собственная глупость тоже сыграла роль! Жадность, что ли? Не знаю, вот когда он чуть-чуть заехал за поребрик, цепанул траву, и я подумал, вот он он, этот момент, когда я смогу его просто очень сильно притинговать и обойти! И нет! Сам лоханулся! Последняя связка поворотов! И все, клетчатый флаг, ребят, мы победили! Ника Росберг выбывает из гонки! Вот так вот, прямо перед финишем Ника выбывает из гонки! Что же там случилось? Давайте посмотрим! На последнем круге! Ох, мотор! Мотор Мерседеса не выдержал! Да, он еще так столкнулся там с отбойником! И мы побеждаем! Первая позиция! Назовем видео вылет на финише! Как вам такое, а? Сход на последнем круге! Прям интригующее название! Василий Хрусталев, Льюис Хэмилтон и Джолиан Палмер! Итоговый протокол на ваших экранах! Хочу заметить, что Джейсон Баттон и Денрик Ярдо с одной остановкой показали замечательные результаты! Личный зачет на ваших экранах! Мы все-таки пододвинули Джолиана Палмера! Итак, первая тройка! Василий Хрусталев, 181 очко! Джолиан Палмер, 179 очков! И Льюис Хэмилтон, 161 очко! Кубок конструкторов на ваших экранах! И первая тройка! Это Рено Спорт, 360 очков! Мерседес, 285 очков! И Скудри Феррари, 246 очков! Таблица зачета участников конкурса на ваших экранах! Наконец у нас появился лидер! Это Светлана Сорокова! На второй позиции Красный Робин! А вот дальше, ребят, опять непонятки какие-то! Я был несколько удивлен количеством правильных ответов на вопрос про Дэймона Хилла! Потому что, учитывая, что в прошлый раз я спрашивал про Иммулу, ответило вообще очень мало людей, человек 8, по-моему! Ну а сегодня вопрос такой, внимание на экран! Как зовут этого приятного молодого человека? Напишите имя и фамилию! Все, поехали! Ну а там все, друзья! Если видео вам понравилось, ставьте лайки! Оставляйте свои комментарии, как вам Гран-при Китай! А еще лучше подписывайтесь на канал, если вы здесь в первый раз! Чтобы не пропустить новые видео! Спасибо за просмотр! И до новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok